МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, получив саранский счёт за коммунальные услуги, Жерар Депардье подумал и вновь принял французское гражданство. Добрый вечер, уважаемые друзья! С вами Елена Камалова и программа «Гость в студии». Я позволила себе небольшую шутку на тему ЖКХ. Меж тем разговор состоится серьёзный. Ведь сегодня гостья в студии депутат Городского совета депутатов, директор управляющей компанией ООО «Восточный» Марина Панькина. Марина Владимировна, добрый вечер! Добрый вечер, Елена. Я понимаю, что неоднократно уже поднимался вопрос о порядке начисления коммунального ресурса на содержание общего имущества многоквартирных домов. Меж тем, многим горожанам до сих пор непонятна эта схема. Расскажите, пожалуйста, с чего формируется цена? Порядок начисления платы за коммунального ресурса на содержание общего имущества, так называемая строка ОИ в тарифе на содержание утверждена постановлением правительства Российской Федерации от декабря 2016 года за номером 1498. В платёжных документах, которые приходят каждому жителю нашего города по оплате за жилищно-коммунальные услуги, как раз и общедомовые нужды теперь стали не коммунальной, а именно жилищной строкой, жилищной услугой. И как бы приобрело конкретную формулировку, которая звучит «Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества – холодного, горячего водоснабжения, электроэнергии и водоотведения». Так, как раз постановление номер 120 от декабря 2016 года утверждаются нормативы по холодному и горячему водоснабжению. А постановление номер 2 от 31 января 2017 года уже утверждаются нормативы по отведению источных вод. И, соответственно, есть еще постановление 83, которое утверждает нормативы по электрической энергии, которые используются на общее имущество жилого дома. Сам норматив зависит от конструктивных особенностей многоквартирного дома, от наличия мест общего пользования и, соответственно, от их квадратных метров. То есть чем больше в доме помещение подвальное, чердачное помещение, лестничные клетки, особенно это характерно для девятиэтажных домов, где есть лифтовое помещение, где есть помещение, где проходит мусоропровод, там, соответственно, нормативы выше, чем в пятиэтажных домах, потому что там места общего пользования гораздо меньше по квадратным метрам. Мария Владимировна, может быть, не совсем в тему, но сразу возникает вопрос. А вот жильцы, которые не платят, недобросовестные жильцы, это разбрасывается на всех жильцов? Нет. Потому что говорят об этом. Нет. Задолженность по лицевому счету, если это недобросовестный плательщик, она формируется однозначно именно на лицевой счет квартиры неплательщика. То есть здесь участвуют только квадратные метры мест общего пользования. А задолженность, она не разбрасывается ни на каких жильцов, соответственно. Поэтому она формируется конкретно по квартире. Потому что зачастую об этом говорят, что наши соседи-алкоголики не платят, а мы их долю за общее имущество вынуждены платить. То есть это миф, это неправда. Нет, 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 это неправда. А конкретно что входит в перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов? До недавних пор в платежных документах всегда указывалась строка «Текущий ремонт» и «Содержание». Это как раз жилищные услуги, которые получает управляющая компания. То есть население оплачивает непосредственно компании, которые обслуживают многоквартирный дом. С недавних пор эти две строки были объединены согласно действующего законодательства жилищного кодекса. И у нас в платежных документах теперь указывается строка «Содержание» и «Ремонт общего имущества». Все тарифы по домам сравнивать индивидуально не нужно, потому что на каждый дом тариф устанавливается свой, по желанию собственников, по утверждению. То есть решение фиксируется в протоколе, где конкретно описывается, что на содержание, согласно постановлению 290, которое утверждает минимальный перечень работы услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, и плюс еще тариф, который желают жильцы установить для проведения каких-то ремонтных работ. Потому что на многих домах сейчас председатели Советов многоквартирных домов и сами собственники приходят к такой тенденции, что изучается состояние многоквартирного дома, делаются сметы на работы, которые необходимо провести в срочном порядке, и методом от обратного, то есть от исходящей суммы, сколько нужно денег потратить на дом, чтобы дом был в надлежащем состоянии, соответственно, делится на общие квадратные метры жилой площади в нежилом доме и выводится тариф. То есть на каком-то доме это может быть 3 рубля с квадратного метра, но есть жители, которые принимают решение так, что мы сейчас в этом году собираем тариф по 8 рублей, делаем работы в большего объема, закрываем, скажем так, какие-то нюансы по дому, либо это кровля течет, либо это изношенные инженерные сети меняются, и на следующий год они просто этот тариф снижают, но делают работы целиком и полностью, в полном объеме. Сейчас более сознательны стали наши жители, потому что пару лет назад ведь это бы не воспринималось вообще никак, помните, сколько было вопросов по содержанию? Да, очень много было вопросов по содержанию, но то, что минимальный перечень у нас утверждает, именно работы, которые мы обязаны делать по содержанию, они практически незаметны, но то есть это работа дворников, снегоочистка, вывоз мусора, вывоз крупногабаритного мусора, который у нас жильцы, ну, приноровились, скажем так, именно определять на контейнерных точках, хотя они предназначены только для вывоза твердых бытовых отходов. Это и проверка вентиляционных каналов, это и профилактический осмотр полностью по состоянию, и очистка крови от снега в зимний период, и очистка от мусора, и подъездные козырьки, то есть благоустройство, которое мы делаем в весенний период, завод песка. Вы сейчас перечисляете, на самом деле, это очень незаметные. Да, работа незаметная. То есть мы выходим по двору, нам кажется, что все так должно быть. Даже элементарно, вы подходите к подъездной двери, и если дворник, допустим, не должным образом выполняет свои работы, даже обклеенная дверь объявлениями, она бросается в глаза. А то, что это нужно своевременно убирать, то есть это незаметно для людей, но это постоянная наша работа. В общем, вы бойцы невидимого фронта. Практически. Спасибо вам за это. Всегда рады. Вот жители микрорайона Восточной интересуются, какие конкретно дома вошли в республиканскую программу по капитальному ремонту домов именно в 2017 году? В 2017 году у нас вошли в программу капитального ремонта 5 домов. 4 дома по адресу, это Энергетиков 19, А13, 27А и Бабайская 10 по ремонту Кровель конкретно. Потому что это очень сложный вопрос в микрорайоне Восточном. Большинство домов имеют плоскую, мягкую так называемую кровлю. Она подвержена за счет того, что у нас температурный режим может различаться от плюсового до сразу минусового. Естественно, кровля приходит в негодность, поэтому основная задача – это ремонт Кровель. И плюс еще у нас один дом участвует в программе капитального ремонта по замене лифтового оборудования. Это Энергетиков 27, двухподъездная девятиэтажка, где практически уже сейчас ведутся работы по монтажу новых кабин. Демонтаж уже полностью сделан. И остаются только наружные работы по облицовке этих кабин. По-прежнему любой из жителей города может зайти на сайт и узнать, в каком году его дом будет входить в программу. Да. Программа капитального ремонта размещена на сайте администрации города. И, в принципе, если председатель Совета дома должным образом свои обязанности выполняет, они все прекрасно это знают, в каком году. И есть стремление, чтобы дом попал в эту программу раньше, чем другие. Потому что есть подразделы «Резервные дома». И поэтому они между собой, между жителями домов проводят работу по тому, что немаловажным является при определении дома, когда он попадет в программу капитального ремонта, это сборы. То есть оплата квитанции по капитальному ремонту. Если все вовремя собирается, значит, есть шанс. Есть шанс. Понятно. Мария Владимировна, на прошлой неделе мы с вами участвовали в празднике по открытию нового двора по улице Пушкина. Этот новый двор был открыт благодаря программе партии «Единая Россия». Я знаю, что есть такая муниципальная программа формирования доступной, недоступной, современной городской среды, правильно называется она. Какие дома микрорайона «Восточный» вошли в эту программу? В микрорайоне «Восточный» в этом году по желанию жителей, скажем так, по своевременно поданным заявкам и оформленным протоколам по участию в этой программе участвовали дома по улице Машиностроителей 4 и дом улица Бабаевская 10 и еще улица Энергетиков 27, 27, 29, 29. А эти четыре дома формируют как бы одну большую детскую площадку. В настоящий момент работы по дворам по энергетикам и Машиностроителей закончены полностью. По Бабаевской 10 ведутся работы. Установлены полностью детские игровые комплексы, качели, балансиры. В общем, даже на этих двух домах предусмотрены площадки с прорезиненным покрытием, с ограждением с антивандальным для того, чтобы разноврастные группы детей могли без травматизма играть в такие подвижные игры спорта, в футбол, баскетбол, волейбол, пионербол. Программа, я понимаю, так долгосрочная? Программа предусмотрена на 5 лет. На следующий год у нас уже было заявлено 8 многоквартирных домов, которые тоже в определенные сроки сдали полностью оформленные документы, протоколы, листы голосования, все как положено. Во-первых, это желание жителей поучаствовать в этой программе. Это очень важно. Это не желание и не решение чиновников, а именно желание жителей. Желание жителей, потому что от того временного периода, за который собираются подписи, принимаются решения, это как раз самый главный вопрос. Это желание, активность жителей и поддержание, скажем так, активной жизненной позиции своей, что неравнодушные. Потому что все-таки большое количество жителей остается равнодушными к тому, что происходит. И как раз сразу видно в тех домах, где жители дружны и неравнодушны, там как раз и работы вперед выполняются, и участие в этих программах поддерживается. То есть программ у нас очень много. Мы вызываем жителей, активными, да, горожан. Вот вы сказали про антивандальное покрытие. Я сразу, знаете, перед глазами меня встал парк коммунальников, где была установлена детская площадка, замечательная, да, спортивное сооружение. И как больно смотреть, что это все уже рушит. И кто это, извините, это же сами жители города и делают. Отрывают ступеньки, отрывают перекладины и прочее, прочее. Несмотря на то, что установлено видеонаблюдение, там даже видеонаблюдение есть. Есть камера установлена на самом высоком многоквартирном доме. То есть парк коммунальников как на ладони, его можно отследить, посмотреть. О том, что там ночное освещение полностью работает. И несмотря на это, вот у нас жители имеют такое свойство, как приносить какой-то ущерб. Несмотря на то, что во многих дворах нет современных таких городских детских игровых каких-то комплексов, песочниц, все-таки там эти городки установлены с учетом разновозрастных групп детей. Плюс еще игровые и спортивные комплексы подразделяются. То есть было выбрано их несколько. Тоже так же для маленьких детей, для детей постарше. И вот несмотря на это, и игровые, и спортивные комплексы пришли в негодность. То есть очень жаль. Буквально сегодня мы провели демонтаж каната, который полностью распустили, вырвали крепление. Всего-то он провисил вот следующее. Ну, практически месяц. Да. Очень жаль. Очень жаль. Как призвать к совести людей? К совести людей. Ну, во-первых, наверное, мы должны знать, где находятся дети, чем заняты родители. Мы разрушаем то, что построено для наших детей. Да. Конечно, проблем в сфере ЖКХ предостаточно. И, к сожалению, они не могут быть освещены в рамках одной программы. Поэтому я очень надеюсь, что, Марина Владимировна, вы еще не раз будете гостем нашей программы. А к нашим уважаемым зрителям я обращаюсь с просьбой. Если у вас возникают вопросы по теме ЖКХ или к Марине Владимировне, как депутату городского совета, вы всегда можете позвонить в редакцию телерадиокомпании «Арис» или написать свой вопрос и оставить его на нашем сайте. Всего доброго, уважаемые телезрители. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова